По поводу большинства африканских стран ниже Египта существует определенный стереотип. Это рассадники бедности, болезней, криминала, там плохие дороги и дальше по списку. Естественно, это не совсем правда. И есть Африка, в которой нет ни малярии, ни желтой лихорадки, в которой довольно безопасно, цивильно. А самое главное, очень красиво. Как вы понимаете, именно в такую страну мы и прилетели. Касатики, добро пожаловать в Намибию. Давайте для начала посмотрим на карту, чтобы вообще понимать, куда мы с вами прилетели. Намибия находится на юго-западе Африки, рядом с ЮАР. Это одна из самых малонаселенных стран в мире. На этой карте может показаться, что страна не очень большая, но на самом деле это не так. Намибия на самом деле огромная страна, расстояния между городами просто конские. Но самая большая проблема это то, что меньше 10% здешних дорог асфальтированы. Все остальное либо гравий, либо вообще бездорожье. Поэтому для того, чтобы передвигаться по этой стране, нужен специальный транспорт. Лучший вариант передвижения по Намибии это полноприводный внедорожник. Такой, как например Toyota Hilux. Это очень популярный здесь пикап, переделанный в полноценный кемпер с большими колесами и внушительной проходимостью. У этой Toyota двойной бензобак на 140 литров, что хватит примерно 1000-1200 км в пути. Специальная блямба на крыше, предназначение которой покажу чуть позже. Но самое главное это количество барахла, которым она нашпигована. Об этом стоит поговорить отдельно. Барахло? Это моя любимая тема. Этот автомобиль просто забит всякими полезными штуками, которые помогут тебе в случае чего не умереть в пустыне. Здесь есть холодильник, который питается специального аккумулятора, набор посуды и приборов на все случаи жизни, газовый баллон, канистра для воды, а также не одна, а целых две запаски. На всякий случай. И что самое главное, тебя учат, как поменять колесо на Toyota, потому что в пустыне помочь тебе, скорее всего, будет просто некому, а телефон, чтобы вызвать помощь, там, естественно, не работает. После того, как инструктаж закончен, остается заполнить все документы и оплатить рентал. Это Visa Platinum от Monobank. Карта, которая пользуется каждый день. Для тех, кто, возможно, забыл, хочу напомнить, что Monobank — это, пожалуй, банк с самым удобным приложением в галактике. Все операции тут можно провести в смартфоне. Например, за секунду перестать деньги между своими контактами, купить валюту, оплатить счета или штрафы. Конечно, Visa Platinum от Monobank есть очень много полезных опций для путешественников. Минус 50% на такси в аэропорт и обратно, фасттрек, доступ лаунжа более чем в тысячу аэропортов мира, скидки на отели и аренду автомобилей и, самое важное, полная международная страховка на 2,5 миллиона долларов, которая покрывает и штуки, связанные с ковид, и спортивные травмы. Любые вопросы, которые возникнут у вас в процессе путешествия, можно решить с помощью службы заботы от Monobank, которая, например, если вы напились, поможет вам заблокировать карту, чтобы вы не потратили лишнего. Это, кстати, реальная история. Или, если вы попросите, займет немного денег. Это тоже реальная история. Теперь важное. Заказать карту Visa Platinum от Monobank можно по ссылке в описании. Если же в вашей стране нет Monobank, не переживайте. Большинство плюшек от Visa есть во всех странах мира. Какие есть конкретно ваши, узнаете по ссылке. Перед выездом закупаем продукты и обязательно воду. По понятным причинам, ее должно быть много. И вот теперь можно отправляться в путь. Да, забыл сказать, что в Намибии левостороннее движение. То есть руль находится с правой стороны. И первое время ты, естественно, частенько путаешься. Подходишь к пассажирскому месту, а потом вспоминаешь, что тебе не сюда. И еще постоянно включаешь дворники вместо поворотников. Но за пару дней это проходит. Если вам вдруг захочется отдохнуть от людей, трафика и порулить в удовольствие, приезжайте в Намибию. Тут большие расстояния и пустые дороги. То есть иногда ты можешь ехать 40 минут и не встретить ни одной машины. А еще здесь живет очень мало людей. По плотности населения эта страна занимает второе место в мире после Монголии. Второе место с конца. Намибия по размерам больше, чем Турция. Но людей заживет примерно 2,5 миллиона человек. Плотность населения в этой стране всего 2,5 человека на 1 квадратный километр. Для сравнения, в Сингапуре больше 7 тысяч на квадратный километр. Так что в коронавирусные времена Намибия просто идеальное место для социальной дистанции. В ближайшие две недели мы с вами проведем в дороге. Проедем достаточно большой маршрут и постараемся посмотреть большую часть того, чем может удивить Намибия. В общем, этот выпуск будет, как я надеюсь, старым добрым древел-блогом. Где я в роли Акина буду рассказывать вам о всем, что увижу. Первое, что замечаешь, когда начинаешь двигаться по Намибии, это то, что и слева, и справа от дороги стоят заборы. Причем они идут на много километров, практически по всему маршруту твоего следования. Большая часть территории страны – это частные фермерские хозяйства. Такие заборы, кроме очевидной функции ограждения территории, выполняют и еще одну задачу. Уменьшают вероятность того, что какие-либо животные выбегут на дорогу. А животных здесь очень много. По одним только дорожным знаком в Намибии можно изучать местную фауну, а зверей тут можно увидеть просто не выходя из автомобиля. В первый день, например, я встретил группу бабуинов, которая оголотела, нарушала общественный порядок прямо посреди дороги. Кстати, именно из-за животных в Намибии не рекомендуется ездить на автомобиле в темное время суток. Вообще, картинки, которые тебя здесь окружают, сильно отличаются от того, к чему привык глаз. И уже в первое время в стране начинаешь осознавать – я в Африке. После перелета я был супер уставшим, поэтому проехал всего лишь 300 километров и заселился в гостиницу. Перед этим успех поймать свой первый африканский закат. Это мой самый первый закат в Намибии, и он уже какой-то нереальный. Я боюсь представить, что будет дальше. Следующим утром я был в пути еще до рассвета. И вот здесь я хочу вам рассказать, в чем главный цимис поездки по этой стране. Он, как ни странно, в самой дороге. Не знаю, как вы, а я просто обожаю водить. Для меня это сродни медитации. Не важно, как сильно ты вчера устал, но когда утром ты садишься в машину, едешь в место, в котором ты никогда прежде не был, встречаешь рассвет или закат в пути, ты словно перезагружаешься. Каждый километр дороги слой за слоем стирает все проблемы, которые есть в твоей жизни. Ты просто крепче держишься за руль и думаешь о чем-то своем. А так как в Намибии большие расстояния, и часто ни слева, ни справа от тебя ничего не происходит, это просто идеальная страна для такой автомобильной медитации. Едешь и отдыхаешь. Значит, есть одна интересная рассказка. Заселяюсь я в этот отель вчера вечером, иду в ресторан. И понимаю, что люди вокруг меня разговаривают на языке, который не то, чтобы я не слышал никогда, который вообще не похож ни на что, что я слышал до этого. Послушайте. Необычно, правда? Этот язык называется нама, на нем здесь многие говорят, и он входит в группу очень редких кайсанских языков, которые встречаются только здесь, на юге Африки, но еще в Танзании, там где-то в каких-то местах. И этот язык используют вот такие щелкающие звуки в качестве согласных. Такого не встречается больше нигде в мире. Блин, я думал, что на таких языках могут разговаривать какие-то племена, но здесь, в Намибии, особенно на севере, разговаривают везде, на заправках, ресторанах, гостиницах. Удивительно. Представьте, в Намибии около 30 языков, и это совершенно разные языки. То есть для того, чтобы понимать друг друга, людям из разных регионов страны нужно найти какой-то общий вариант. И он, конечно же, есть. Первый довольно распространенный здесь язык – это африканц. Африканц – это на 90% нидерландский. А второй язык, как вы уже поняли, это английский. И здесь он в статусе официального. В этом смысле, Намибия крайне удобная для туризма страна, потому что практически все говорят по-английски. А мы тем временем приехали в первую точку на нашем маршруте. Это кивер-три форест или, по-нашему, лес колчанных деревьев. Это дерево назвали колчанным, потому что предки башменов делали из него колчаны для стрел. Все очень просто. Колчанные деревья выглядят максимально инопланетно. И самое занимательное, что на самом деле – это не совсем дерево. Это алоэ. В этом лесу есть еще одна деталь, о которой стоит рассказать. Это вот такие вот гигантские гнезда, больше похожие на общежития. Самое интересное, что все эти птичьи общежития делает совершенно маленькая птичка, которую называют птица-ткач. Такие огромные гнезда встречаются по всей Намибии. И то, что вы сейчас видите, это на самом деле еще и небольшое гнездо. Конструкции могут достигать 8 метров в длину и объединять до полутысячи отдельных гнезд, в которых живут сотни птиц. Это был небольшой сеанс орнитологии, после которого мы возвращаемся в путь и выезжаем на грунтовую дорогу. Звучит, конечно, брутально, но дороги здесь сильно лучше, чем вы могли подумать. Уровень грунтовых дорог на Намибии такой, что, во-первых, я могу без проблем сейчас вести съемку, и мне ничего не трясется. Во-вторых, ты по этим дорогам можешь спокойно наваливать 100, даже, наверное, 120 км в час без какого-либо серьезного ущерба. В общем, нам бы такие гравийные дороги. Как вы помните, приезжая в Намибию, нужно забыть об асфальте и свыкнуться с мыслью, что 90% времени ты будешь ездить по вот такому. Но на самом деле за дорогами здесь следят, ровняют грейдерами, и передвигаться по ним условно комфортно. Самый главный минус — это пыль. Когда тебе навстречу проезжает машина, ты оказываешься в пылевом облаке, которое почти полностью вырубает видимость на несколько секунд. Поэтому на таких дорогах обычно стоит ограничение 80 км в час, и даже сама машина начинает подсказывать тебе, что ехать быстрее не стоит. На этой машине установлены специальные дачи, которые начинают пикать, когда ты превышаешь допустимую скорость. Вот я сейчас наваливаю 100 по гравийной дороге, и он подает мне сигнал, типа, «Чувак, а-та-та-т». Блин, классная штука на самом деле, которая тебе немножко означает реальность, когда ты уходишь в мысли. Мы тем временем покидаем границы пустыни Калахари, одной из двух пустынь на нашем маршруте, и движемся на юг страны. Здесь находится место, которое не очень хочется пропускать, передвигаясь по Намибии. Это самый большой каньон в Африке и, по некоторым сведениям, второй в мире. Фиш-ривер-каньон тянется на 160 километров в длину и в некоторых местах достигает глубины более чем 500 метров. Вниз тут можно спуститься по специальной тропе, но из-за внезапных наводнений и экстремальной жары, а летом здесь может быть под 50 градусов, разрешение на хайк выдаются только в течение африканской зимы, с мая по сентябрь. Я думаю, вы знаете, что почти любой каньон всегда сравнивают с Гранд Каньоном в Аризоне. Зачастую это, конечно, нелепые сравнения, но вот в данном случае местами реально похоже. В Фише даже есть свой Хоршу-Бенц, подковообразный поворот реки, который очень напоминает такую же подкову в Гранд Каньоне. Первую встречу с Гранд Каньоном забыть, мне кажется, невозможно. На всем случае у меня так. С этим каньоном все, наверное, не так однозначно, но тот факт, что он есть в Намибии, это, конечно, производит впечатление. Вообще, Фиш классное место, но чтобы добраться до него, мне пришлось сделать приличный крюк и потратить половину дня, так что с местом для ночевки я особо не раздумывал. Короче, мне так понравилась эта роща колчанных деревьев, что я решил здесь заночевать. И сейчас самое время показать вам, нафига нужна эта штука сверху. Это блямба на крыше, полноценное спальное место на двух человек. Такой себе домик, который ты постоянно возишь с собой и, соответственно, можешь заночевать практически в любом месте, что капец, как удобно в такой поездке. Блин, на самом деле, офигительная штука, собирается там за 7 минут. Надеюсь, что спать не будет комфорта, но кроме комфорта в Африке этому есть еще одно предназначение. Дело в том, что в этой стране очень много диких животных, и вот чтобы с утра случайно не обнаружить себя затоптанным каким-нибудь слоном, который случайно не заменил твою палатку, стоящую на земле, лучше все-таки спать на крыше автомобиля. А вечером меня ждал просто фантастический африканский закат в роще колчанных деревьев. Субтитры сделал DimaTorzok and I've never, no, I've never been so sure of anything короче, я надеюсь, вы всерьез не поверили, что в таком месте я могу просто пойти лечь спать. Конечно, не могу, потому что это роще. Это, на самом деле, очень известное место для проведения мастер-классов по астрофотографии. Обычно здесь битком туристов, но из-за ковида, в общем, туристов мало, а условия там просто идеальные. Мы в очередной раз идем фотографировать звездное небо, и у меня очень хорошее предчувствие насчет этой ночи. Погнали. Я знаю, что уже порядком достал вас со своей астрофотографии, но это тот случай, когда пропустить такую возможность было никак нельзя. Так что я нашел подходящий спот с колчанным деревом. Я думаю, это то, что нужно. Дальше несколько настроек и тестовая фотография. Она получилась слишком темной, потому что само дерево не подсвечено. Но я быстро решил этот вопрос. Я, конечно, не хочу хвастаться, но, по-моему, это лучшая фотография звездного неба, которую когда-либо делал. Горцевой. Никогда прежде мне еще не удавалось заснять такой яркий млечный путь. Это была маленькая победа. Слушайте, ночью было, конечно, прохладно немного, но спать в этой палатке с идеально ровным полом. Это, конечно, люкс. А еще это утро, эти цвета. Пушка. Если делать короткий вывод, то роща колчанных деревьев топовое место, в котором обязательно нужно замочевать, если будете в Намибии. Тут я впервые заехал на АЗС и должен сказать, что если у вас машина с бензобаком в 140 литров, то заправка – это процесс, до который нужно закладывать определенное время. Мы продолжаем наш путь по Намибии и отправляемся на запад к Атлантическому побережью страны. Честно говоря, немножко подмывает назвать все эти пейзажи марсианскими, инопланетными, но чтобы не вдаваться в клише, это правда очень красиво и это очень залипательно. Ты просто едешь и постоянно крутишь головой. Примерно через 300 километров пути мы подъезжаем к границе пустыни Намиб. Здесь возле дороги начинают попадаться полуразрушенные здания, которые в этих песках смотрятся очень сюрреалистично, как, например, эта заброшенная железнодорожная станция. Если за этой территорией перестанут следить, через какое-то время все здесь станет песчаными барханами. На этом участке дороги хорошо видно, как пустыня перемещается, то есть здесь даже знаки стоят, что нельзя ехать больше 60 километров в час, потому что постоянно выносят на дорогу песок, и это просто может быть опасно для движения. Пустыня постоянно пытается отвоевать у человека занятой территорией, и иногда у нее это получается. Лучший пример – город Калманскоп, самый известный город-призрак Намибии. по какому-то стечению обстоятельств в этот день я стал последним посетителем города. За мной закрыли ворота, после чего весь персонал уехал. Калманскоп был построен в начале прошлого века во времена алмазной лихорадки в Намибии. Здесь жило более тысячи человек, в городе была школа, ресторан, библиотека и даже концертный зал. Но со временем добыча алмазов сошла на нет, и люди стали уезжать отсюда. В 1956 году Калманскоп был окончательно заброшен и стал городом-призраком. Я, честно говоря, себя чувствую, как в компьютерной игре, где тебе выпала миссия пройти заброшенный город. Но вот ощущение прям до мурашек по коже. В большинство зданий здесь по-прежнему можно зайти. Здесь, конечно, находиться немножко не по себе, потому что ветер раскачивает конструкции, у тебя ощущение постоянно, что кто-то здесь есть, но это всего лишь ветер, учитывая то, что ты один в городе. Это непередаваемое ощущение. После ухода людей город оказался во власти пустыни и песчаных бурь, которые здесь случаются довольно часто. В результате песком засыпано все, что только можно. И это при условии, что город уже расчищали для туристов. Некоторые дома засыпаны практически по крышу, но есть и уцелевшие здания. Калманскоп, как и Припять, это еще одна демонстрация того, как природа забирает свое после ухода человека. Хотя, конечно, город местами довольно неплохо сохранился, и в некоторых домах еще остались свидетельства того, насколько богатым и процветающим он был в свое время. На самом деле, этот город, фактически ставший частью пустыни, невероятно фотогеничен. И если приехать сюда в правильное время, то солнце, тени и песок создают внутри зданий какие-то совершенно сюрреалистичные картины. Это прозвучит немного странно, но мне нравится посещать подобные заброшенные города, и теперь к Чернобыле и Фукусиме в моем списке добавился еще и калманскоп. Рядом с этим городом-призраком находится вполне себе живой двадцатитысячный город Людриц, который расположен на Атлантическом побережье Намибии. При взгляде на архитектуру города, на все эти характерные цветные домики с эркерами, может сложиться впечатление, что ты находишься не в Намибии, а где-нибудь в Баварии. Дело в том, что Намибия это бывшая немецкая колония, и, конечно, отпечаток немецкой культуры есть повсюду в этой стране. Кроме этого, 7% населения страны, примерно 150 тысяч человек, это белые намибийцы европейского происхождения, потомки немецких, голландских и британских колонистов. Я бы сказал, что белых здесь достаточно много. Белые намибийцы зачастую живут в более дорогих районах с высокими заборами и проволокой под напряжением. Но вообще в Намибии относительно безопасно, то есть сами намибийцы мне говорили, что боятся, например, ездить в соседнюю ЮАР, что довольно показательно. В целом, Намибия очень цивилизованная страна с приятными людьми, хорошими заведениями и в последнее время она довольно сильно ориентирована на туризм, так что здесь много плюсов для посещения. Но вернемся к городу. У Людарица есть одна интересная особенность, которая некоторых может даже удивить. Здесь буквально в нескольких десятках километров от пустыни живут пингвины. Плохая новость состоит в том, что пингвинов здесь нет. Ну, конкретно сегодня. Но вообще здесь в Людарице конкретно на пингвиньемом острове можно увидеть африканских пингвинов. Вот такие дела, ребята, в Намибии можно увидеть пингвинов. Но сегодня они куда-то ушли. Сейчас на фоне этого термитника расскажу вам о трех книгах, которые прочел за последнее время в сервисе MyBook. Это сервис, которым я, собственно, пользуюсь, чтобы читать книги. Нейрофитнес. Довольно увлекательные книженцы о том, как работает наш мозг от человека, который его видит каждый день, потому что он нейрохирург. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций. На этой книжке я реально залип. Она читается как шпионский детектив, хотя, скорее всего, все, что там описано, происходило на самом деле. И, наконец, третья книга это «Смерть Ивана Ильича». Не все знают, но Толстой, кроме романов, писал еще и повести. И вот это, наверное, самая крутая читается реально за ним присед. В MyBook довольно большая база книг, которая регулярно обновляется, всякие подборки. Но главная суперсила этого сервиса это переключение между текстом и аудиокнигой. То есть ты читаешь себе, а потом, когда тебе надоело, переключаешься на аудиокнигу и она начинается с того же абзаца. Удобнее и будет с кем обсудить книгу. Теперь важное. Там под видео есть ссылка. Она кликабельная. Кликнув по ней и введя промокод НАМИБИЯ, вы получите 14 дней бесплатного премиум-аккаунта, если вы еще не с MyBook, либо 25% скидки на продление действующей подписки. Удачи и читайте книги. На следующий день рано утром я выехал в путь, попрощался с асфальтом и снова съехал на грунтовую дорогу. Впереди целых 500 километров по бездорожью, но начинается все самое интересное. Во-первых, сильно изменились пейзажи за окном, а во-вторых, дорога преподнесла несколько сюрпризов. Ребята, зацените вот это. Это же арбузы, которые просто возле дороги растут. Капец, как будто мы не в Намибии, а в Херсонской области. Примерно через 7 часов пути мы с вами прибываем в точку назначения. Ну что, товарищи, добрались. Добро пожаловать в самую старую пустыню нашей планеты. Пустыня Намиб около 80 миллионов лет. Она существовала здесь еще во времена динозавров. Динозавров, конечно, здесь уже давно нет, но зато есть другие животные, например, антилопы Орикс. Их безошибочно можно узнать по острым и очень длинным рогам, которые могут достигать полутора метров. Это очень неприхотливое животное, которое может обходиться без водоемов, получая воду из пищи. Из-за своей выносливости антилопа Орикс даже изображена на гербе Намибии. Но в пустыне Намиб можно встретить не только антилоп, но и, например, зебр. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, я еще этих зебр увижу тысячу раз и, наверное, уже не буду так радоваться, но вот сейчас это прям момент восторга, когда ты просто проезжаешь и видишь стадо зебр, которое стоит, ну, не знаю, в 70 метрах от тебя в дикой природе. Это восхитительное переживание. Все на самом деле так и произошло. В дальнейшем я увидел еще не одну сотню зебр, но запомнился только вот этот первый момент, когда ты совершенно случайно в пустыне встретил этих полосатых милашек. Теперь чуть подробнее о месте, в которое мы с вами приехали. Это плата Сосус Флей. Оно известно своими красными песчаными дюнами, самыми высокими в мире. Дюны Сосус Флея это нечто абсолютно гипнотическое. В них довольно высокое содержание железа, которое оксидировалось в течение тысяч лет. Из-за этого эти дюны имеют такой насыщенный темный оттенок. Как бы не хотелось туда сейчас забраться, но 4 часа дня там просто настоящее пекло и вообще на дюны лучше забираться рано утром. Но в этом районе есть еще пара интересных мест. Например, каньон Цесрием. Он не очень большой, особенно если сравнивать его с каньоном Фиш-Ривер, но это одна из главных достопримечательностей в этом регионе. Очень красивое место, но мне кажется, никто лучше камикадзе его не покажет. Каньон довольно узкий, в некоторых местах он всего лишь 2 метра в ширину. Но самое интересное это его происхождение. В течение 2 миллионов лет он вытачивался рекой Цашап. Это так называемая эфемерная река. Она появляется только во времена редких здесь дождей и за считанные минуты становятся очень полноводные и быстрые. Именно благодаря этой реке даже в засушливые зимние месяцы здесь есть резервуары с водой, которые используют животные. Второе место это вот эти вот круги на траве. В народе их называют фейри сёрклс или магические круги. Сусусфлея их не очень много, но в Намибии есть места, где подобными кругами испещрена буквально вся земля. С воздуха это выглядит как последствия бомбардировки, но это всего лишь круги на траве. Что это такое я к сожалению вам сказать не могу, потому что ученые сами пока не знают что это такое. Есть две версии происхождения этих проплешин. Первая это то, что такая борьба растений за воду в условиях жаркого климата. Вторая это то, что эти круги выедаются специальными термитами, которые таким образом освобождают себе территорию для жизнедеятельности. Но точного ответа на этот вопрос пока нет и эти круги продолжают оставаться магическими кругами. В ожидании утра я разбил лагерь в кем-сайте с СРМ. Чтобы вы понимали что это за кемпинг здесь по территории спокойно бегают антилопы гну. Ну а если быть точнее голубой гну, который довольно распространен в Намибии. Еще в этом кемпинге я познакомился с семьей из ЮАР, которая приехала сюда на своем ленд-крузере переборудованном в кемпер-мобиль. Внутри есть все необходимое для комфортного путешествия включая солнечные батареи на крыше и стиральную машину в кузове. Это дядечка только что рассказал он говорит это стиральная машина я говорю да в смысле он говорит ну как берешь сюда наливаешь воду кладешь стиральный порошок а потом пока ты едешь по этим дорогам оно там все отлично стирается он говорит посмотри мы только что постирали это же гениально примерно так я скоротал ночь в общем сейчас 6 часов утра и я стою в очереди на открытие ворот национальный парк Сосус Флейк и мы с вами едем смотреть пожалуй самую известную достопримечательность Намибии Дальше начинается самый сложный участок дороги песок всего лишь 5 километров но здесь очень большая вероятность застрять в общем можно на самом деле взять шаттл который будет правда через час можно попытаться сделать это самостоятельно на полном приводе я естественно выберу второй вариант в общем ребята простите дальше съемка будет непредсказуемой все кто ехал рядом со мной начали спускать давление в шинах для лучшей проходимости я же решил обойтись исключительно полным приводом как только я выехал на эту дорогу сразу же стало понятно почему все травили колеса здесь очень-очень глубокий песок и машину постоянно вело главное это не останавливаться иначе точно встанешь ну как вы можете понять по моему выражению лица поездочка была не из легких но халюк справился это было очень прикольно но без полного привода здесь делать вообще нечего за состояние 100% теперь о дюнах намиба они уходят на десятки километров аж к Атлантическому океану и на рассвете эти дюны выглядят не просто красиво они выглядят эротично аж к асс Конечно, рано утром эта комбинация света и тени, она рисует на этих дюнах какие-то невероятные градиенты и увидеть в живую это что-то дорогого стоит На фоне этих гигантских дюн все кажется ничтожно малым, люди и даже автомобили Самая высокая юна здесь больше 380 метров в высоту У ее подножия находится, пожалуй, известнейшее место в Намибии Дедвлей в переводе означает мертвое болото Это небольшое глиняное плата, на котором находятся несколько десятков мертвых деревьев Все это акации и по некоторым данным они стоят здесь уже около тысячи лет Когда-то очень давно здесь стекла река, кстати, именно эта река вытащила каньон, который мы с вами видели Так вот, эта река питала всю эту долину и эти деревья Но, как мы помним, дюны постоянно перемещаются, они и изменили русло реки, которое отошло отсюда И, собственно, оставило эти деревья умирать под палящим небеским солнцем Земля здесь не видела влаги много лет и местами напоминает тротуарную плитку Именно из-за местного климата деревья не сгнили, а полностью высохли Дедвлей абсолютно уникальное место Ничего подобного я не видел нигде в мире Приезжать сюда лучше на рассвете, когда тень от соседней дюны медленно уходит с плата В этот момент эта долина с мертвыми деревьями и фантастическими сочетаниями цветов Выглядит, как будто с другой планеты Я вам честно скажу, я не ожидал, что это место будет настолько крутым То есть оно есть в каждой брошюре про Намибию Естественно, когда ты приезжаешь в такие развлекомированные точки, обычно ты немножко разочаровываешься Но здесь, в Дедвлей, сегодня такого не было наоборот Ну, прям до мурашек По пути из Сосусфлея я встретил еще одно интересное африканское животное Это антилопа спринтбок или антилопа прыгун, как ее еще называют Спринтбок может прыгать на 2, а то и 3 метра вверх И развивать скорость до 90 км в час Они реально очень быстрые Когда я говорил вам, что в Намибии есть дороги, где вокруг тебя ничего нет Я имел в виду именно эту трассу 360 градусов обзора, а глазу практически не за что зацепиться Но поверьте, это по-своему красиво Вечером я добрался до городка Уэллфишбэй Который встретил меня океаном и отличной погодой К утру, правда, небо затянуло тучами Но такое здесь случается почти каждый день Короче, место, куда мы отправляемся Туда можно попробовать доехать на своей машине Но очень высокая вероятность того, что ты застрянешь просто посреди песков Поэтому я решил не рисковать и взял себе опытного водителя Его зовут Ганс Мы поедем на машине Ганса, которая специально предназначена для передвижения по песку Первая остановка — это лагуна города Уэлфишбэй Лагуна известна своей популяцией розовых фламинго, которые здесь как бы кормятся Вы, наверное, знаете, что фламинго спят на одной ноге Делают они это специально для того, чтобы не переохлаждаться в холодных водах Атлантики И еще одна интересная штука Во время сна фламинго всегда поворачивается в сторону ветра, как бы облокачиваясь на него Короче, фламинго получается как флюгер, потому что местные по ним всегда узнают направление ветра А мы тем временем отправляемся по маршруту, который проходит прямо по побережью, почти по кромке воды Слушайте, ну ехать так близко к океану, прям практически по океану — это, конечно, невероятный экспириенс Чайки, море, песок, блин, очень круто Обратили внимание на этот красноватый песок? Это, по сути, песок с рубином, с содержанием рубина И обычно по такому песку, как сказал Ганс, здесь находят алмазы То есть где есть такой красный песок, там, скорее всего, где-то неподалеку должны быть алмазы И не только алмазы В середине поездки Ганс выскочил из машины и начал рыть песок Он проделал эту операцию раз 10 в разных местах, пока она не уменьшалась успехом Победа! Мы нашли геккона Познакомьтесь, это геккон Гриша Что интересно, гекконы не пьют, они, внимание, облизывают свои глаза У них нет век, и на глазах у них собирается много влаги, потому что здесь в бухте довольно влажно И таким образом они получают воду После короткого знакомства Григорий был отпущен на волю, а мы сравили колеса и отправились дальше Вот начинается этот участок, где с одной стороны океан, с другой стороны дюны Они становятся все выше и выше Это на самом деле довольно опасное место, потому что если волна высокая, то попасть сюда практически невозможно Проехать сюда можно только во время отлива, и нужно всегда контролировать высоту волны, потому что в противном случае остаться здесь можно надолго Примерно через полчаса мы начали подъем на дюны До этого я никогда не делал дюндрайвинг, и на видео все это может смотреться как детские покатушки, но реально было пару моментов, когда дыхание что-то перехватывало Вот оно, то самое знаменитое место Для меня это место номер один в Намибии, где дюны пустыни Намиб встречаются с водами Атлантического океана Это еще одно уникальное место С одной стороны у тебя огромные дюны, которые ходят за горизонт на много километров А с другой — воды Атлантики Здесь ты чувствуешь себя песчинкой, и если будете в Намибии, то это место, которое называется Сэндвич Харбор — мой рекомендацион В общем, завтра довольно сложный день Я решил, что нужно ночевать в красивом месте Надеюсь, вы еще не устали от красивых мест, просто Намибия, по-моему, кишит ими Я пока буду разбираться, а вы посмотрите, как вся эта штука выглядит со стороны Это просто чокнуться, если честно Когда я только подъезжал к этому месту, я, честно говоря, немножко обомлел Потому что вокруг тебя равнина пустыни Намиб, и вдруг из ниоткуда вырастает вот это Вершина этой горы возвышается на 670 метров над пустыней Она такая большая, что отбрасывает гигантскую тень на несколько километров Эта гора называется Спицкоп, и из-за формы вершины ее часто называют Маттерхорном Африке Ну, люблю я ночевать под Баттерхорнами, ну что поделаешь? Виды, которые открываются с вершины, просто фантастические А самое прикольное, что у ее подножия находится кемпинг И он, пожалуй, самый красивый из всех, в которых я останавливался за всю свою поездку И самое главное, что в отличие от всех предыдущих кемпов, в которых я ночевал Здесь ты реально вот в дикой природе У тебя, конечно, есть соседи, но ты их почти не видишь и не слышишь Короче, мечта социопата В общем, я дичайше кайфанул от намибийских кемпингов и почти не ночевал в гостиницах Зачем гостинице, если у тебя есть палатка на крыше и ужин с вот таким вот видом? На самом деле, ночевки в таких диких местах – это важная часть экспириенсов в Намибии Без них эмоции от страны будут неполными Утром я решил покорить вершину Ну, не сам, а с помощью камикадзе Но что-то пошло не по плану Я только что потерял камикадзе Я взлетел на самую вершину горы И вот чуть-чуть выше поднялся, оборвалась связь И все, дрона нет К счастью, у меня осталась видеозапись с очков Это то, что я вижу во время полета Тут я залетел на самую вершину Это почти 700 метров И вы можете сами оценить, какие просто невероятные виды с нее открываются Это реально мог быть легендарный дайв Но я решил сделать еще один кружок над пиком И, собственно, это и погубило камикадзе Скалы заблокировали сигнал И дрон упал где-то в районе вершины Кажется, эта гора просто не очень хотела, чтобы ее снимали Камикадзе полностью оправдал свое название Принеся себя в жертву искусству После многих километров в пустыне я решил заехать на автомойку И зацените Тут стригут Тут моют машину А еще человек 8 сидят и просто втыкают на это Африка Кстати, довольно удобно Пока моешь машину, можешь подстричься Чем дальше мы пробираемся на север страны Тем больше видна социальная дифференциация Сначала были дома с пальмами Потом домики поменьше А потом настоящие хибары Рядом с которыми люди собирают хворост Чтобы просто приготовить себе еду Мать честная Дамы и господа Перед вами самая большая колония капских морских котиков в мире Она называется Cape Cross Seal Reserve И здесь живет, по разным данным, до 250 тысяч особей Знаю, что глядя на эти кадры в такое число сложно поверить Но давайте я покажу вам аэрооблет из других ракурсов Животных в этой колонии, мягко говоря, очень много И это не конец Вот там, на горизонте колония все еще продолжается Земля здесь просто кишит морскими котиками Собственно, не только земля, но и вода Короче, все это очень похоже на Бердянск в самый пик курортного сезона Только пахлавы на пляже не хватает Значит, сразу же для погружения в процесс Я просто хочу, чтобы вы услышали Как все это по-настоящему звучит Звуки, которые издают котики, тоже весьма специфические Местами кажется, что кого-то просто сильно тошнит Колония действительно напоминает бюджетный курорт на берегу моря Морские котики здесь дерутся, загорают, спят Ну и вообще максимально чилят Они уже оккупировали практически все свободное место в этом национальном парке Все это очень мило, прикольно Но с этой колонией есть одна большая проблема Каждый котик за сутки может съесть до 8% от массы своего тела То есть это примерно выходит до 3 кг рыбы Теперь вы перемножите 3 кг на 250 тысяч особей И вы получите на самом деле очень большую проблему с уничтожением рыбы в этом регионе Самцы капских морских котиков могут спариваться одновременно с десятками самок В результате колония множится И если с ней ничего не делать, то через какое-то время здесь будет настоящий котиковый мегаполис Я переночевал в заповеднике, а на утро выдвинулся в национальный парк с интригующим названием «Берег скелетов» Для того, чтобы в него попасть, нужно заполнить несколько документов Написать свои контактные данные И только после этого тебе открывают ворота Все эти меры отчасти продиктованы безопасностью человека, который въезжает сюда на территорию берега скелетов Потому что здесь на много километров нет вообще ничего То есть вообще И, конечно, в таком месте меньше всего хочется поломаться Берег скелетов — это безжизненная территория, простирающаяся на много километров В прошлом это место забрало не одну жизнь Здесь очень сильные туманы обычно из-за того, что теплый воздух со стороны пустыни встречается с холодным воздухом Атлантики Еще очень сильные течения и скалы В результате корабли терпели кораблекрушение Когда люди оказывались на берегу, на расстоянии много километров нет вообще ничего Многие из них умирали На берегу здесь до сих пор можно найти скелеты Но чаще всего это скелеты кораблей, которые потерпели здесь крушение Их непросто увидеть, так как они практически полностью занесены песком Самый яркий пример — это Эдуард Болин Немецкий транспортный пароход, который сел здесь на мель в начале прошлого века Знаю, глядя на кадры засыпанного песком судна, сложно поверить в то, что он не то что сел на мель, но и вообще когда-либо плавал Но, как мы помним, пустыня постоянно перемещается И в данном случае отвоевывает территорию даже у океана Сейчас Эдуард Болин находится уже в 500 метрах от берега Еще несколько десятилетий, и он полностью скроется в дюнах Намиба Судно, которое сохранилось лучше всего, это траулер «Зелья» И то только потому, что оно стоит здесь с 2008 года Сейчас этот траулер — место, где живут чайки и бакланы В целом, берег скелетов довольно депрессивное место, и я постарался проехать его как можно быстрее Выезжая из национального парка, я наткнулся на вот это вот странное растение Оно похоже на мертвый куст, но на самом деле живее всех живых Это вельвичия удивительная, и самое удивительное то, что она растет в места, где расти как бы ничего не должно Вельвичия научилась получать влагу из туманов, которые здесь часто случаются, и может жить до 2000 лет Ладно, растения, а как насчет львов? Представьте, здесь, на территории этого национального парка, каким-то чудным образом живут Coastal lines их называют, то есть береговые львы Эти львы научились как-то выживать в условиях прибрежной полосы И они питаются антилопами, едят даже морских котиков К сожалению, я не был достаточно удачлив, чтобы их встретить Но в принципе, если задаться целью, я думаю, что за день можно даже львов здесь увидеть Вообще, природа с севера Намибии отличается от южной части страны Здесь много зелени, все цветет, в общем, красота Офигеть, чуваки, жираф прямо у дороги Я первый раз в жизни вижу жирафа в дикой природе Это достижение В общем, жирафы, конечно, дужки На закуску в Намибии я оставил национальные парки с животными Но тут интересное дело, очень многих животных ты можешь увидеть просто вне национальных парков Двигаясь по дорогам общественного пользования и крутя головой налево и направо Но все-таки смысл ехать на национальные парки с животными в Намибии, конечно, есть Во-первых, можно увидеть очень редких животных, которые находятся практически на грани исчезновения А во-вторых, здесь водится так называемая большая африканская пятерка Это слон, буйвол, лев, леопард и носорог И вот именно на эту братью я предлагаю нам и поохотиться Нужно немножко удачи и много терпения Поехали на фотоохоту На въезде меня проверили и изъяли дрон Это стандартная практика в национальных парках Мы с вами въезжаем в крупнейший заповедник Намибии, который называется Этоша Этоша – это одновременно и название парка, и название солончака, который здесь находится Парк на самом деле огромный То есть, чтобы вы понимали, по площади он примерно как Словения То есть парк такой с размером со страну И здесь можно провести, конечно, неделю, но я заложил у него два дня Надеюсь, что мы все успеем Этоша – это 144 вида млекопитающих, 340 видов птиц и огромное количество фауны, которые окружают тебя буквально со всех сторон Представьте, парк настолько большой, что здесь внутри самого парка есть сезонная миграция животных То есть они перемещаются по его территории в зависимости от времени года Гигантский плюс Этоша – это то, что ты передвигаешься на собственном автомобиле И все это действительно напоминает фотоохоту Ты ездишь и услеживаешь животных Но, конечно, не все так просто На самом деле есть проблема И проблема заключается в том, что животные находятся очень далеко от дороги Я просто не достаю до них своим объективом По статистике, 30% фотографов живут с маленьким объективом Мы знаем, как непросто жить с оптикой, которая настолько короткая, что без проблем помещается в карманы брюк Мы знаем, как тяжело ловить на себе насмешливые взгляды журналистов с телевиками Но выход есть! Представляем вашему вниманию объектив 600 мм Просто сравните его с обычным объективом и вы сразу же почувствуете разницу Но и это еще не все Благодаря специальной запатентованной системе его можно сделать еще длиннее Этот объектив – настоящая пушка, которая будет радовать и вас, и животных, которых вы снимаете В общем, да, перед поездкой в Африку я купил себе этого монстра И я, честно говоря, не представляю, что бы я без него здесь делал Очень многие кадры, на самом деле, которые вы видели, были уже сняты на этот длиннофокусный объектив И я думаю, с помощью него мы сейчас тут наснимаем красоты Теперь давайте я расскажу, кого мне удалось поймать в объектив своей камеры в первый день в Этоше Ну, во-первых, здесь огромная популяция жирафов, где-то полторы тысячи особей, так что встретить их не составило труда Антилоп, угну и ориксов мы с вами уже видели, и здесь они тоже есть В Этоше очень много птиц, но я в них не особо разбираюсь Из интересного я встретил вот этого зверька с хитрой мордой Это чепрачный шакал и, похожую на бурундука, земляную белку Эти белки максимально смешные В национальном парке более 20 резервуаров с водой Часть из них искусственные, а часть природные водоемы К таким резервуарам на водопой приходят животные И самая большая тусовка зверей собирается обычно именно здесь Некоторые такие колодцы расположены рядом с кемпингами И ты, сидя на лавочке за ограждением, можешь спокойно выслеживать зверей Именно так я, например, увидел антилопу Куду Это такая антилопа с прикольными закрученными рогами Самцы и антилоп очень любят устраивать разборки друг с другом Это что-то вроде армрестлинга, только на рогах Блин, я не понимаю, это носороги что ли? Отсюда не видно Блин, ребята, я увидел носорога Офигеть, это, по-моему, белый носорог, они очень редкие Вот это удача Удача еще и в том, что слева черный носорог, а справа белый Самый крупный из всего вида Его масса может достигать до 5 тонн Носороги плохо видят, зато обоняние у них отличное Вот этот как раз, по-моему, что-то унюхал Вообще, этот вид находится на грани вымирания Но здесь, в Этоше, они в полной безопасности И популяция их медленно увеличивается Вот, в принципе, и все интересные животные, которых мне удалось заснять в мой первый день Я бы наснимал больше, но ворота закрываются около 6 вечера Потому что в наступлении темноты по парку передвигаться, естественно, нельзя Поэтому приходится возвращаться в кемп На территории Этоше есть несколько кемпингов, которые защищены от диких животных Высокими заборами с проволокой под напряжением Здесь тоже есть свой небольшой колодец В надежде, что звери придут на водопой, я просидел возле него минут 30 или 40 Но безрезультатно, поэтому решил разбить лагерь и дождаться вечера А вот вечером повезло, на водопой пришел слон На другом берегу водоема сидела львица, но ее плохо видно Так что увидеть животных в Этоше можно, в принципе, даже не выходя из своего лагеря Как до первого дня, вполне себе неплохо Но я допустил сегодня пару оплошностей и завтра постараюсь их не повторить Я, значится, приобрел себе несколько карт со схемой всех резервуаров на территории парка А также животных, которых там чаще всего можно встретить И что очень важно, рано проснулся В общем, я выкупил фишку этого национального парка А заключается она в том, что все это соревнования, такая игра, фотоохота Где ты пытаешься поймать животного, это кашлотерея Но если все делать правильно, по методичке, то твои шансы резко увеличиваются Вот номер один, это встать очень-очень рано, потому что животные активны строго там до полудня Потом слишком жарко, и они тусуются обычно там где-то в тени деревьев, спят А вот рано утром шансы встретить животных очень велики Поэтому я дождался открытия ворот парка и выехал к одному из водопоев Я вам скажу, что вот такой процесс выслеживания животных Он достаточно утомительный, достаточно долгий, но очень увлекательный Потому что это как лотерея, ты поставил ставку на какое-то место и проверяешь, она сыграла или нет В это утро я сделал ставку, которая сыграла Ну что, ребята, вот и первая удача, лев Блин, ну он очень близко к моей машине, не знаю, метров десять, наверное, это, конечно, нереально Во время первой встречи со львом ты реально осознаешь, что перед тобой царь зверей Он даже не обращает на тебя внимания, он как бы смотрит сквозь тебя, вообще не замечая Ну если честно, даже несмотря на то, что ты сидишь в машине с закрытыми стеклами, когда он подходит, у тебя учащается дыхание Лев, естественно, был не один, львы вообще живут в прайдах, в таких семейных стаях Кстати, охотятся в прайде в основном самки, а самцы принимают участие в размножении и защите территории, в частности от других львов Самцов в прайде обычно несколько, в этом, например, их двое Лева по-быстренькому сделал свои дела, а потом удалился вместе с сородичем Первый раз в жизни увидеть, как царь зверей в двух метрах от тебя, простите, какает Это очень сильно, ребята, это чуть-чуть даже меняет твою жизнь Значит, мне тут сказали, что на водопое буквально полчаса назад были слоны Чтобы поймать слона, нужно думать как слон То есть, если бы я был слоном, попил воды, то, скорее всего, я бы ушел куда-нибудь в тенек Соответственно, надо искать какие-то деревья и под ними слонов Вы не поверите, но я их все-таки нашел, причем именно под деревьями, где они прятались от жары Это слоны Этоши, они считаются самыми большими в мире И чтобы поддерживать этот статус, им нужно много есть Так вот, каждый слон в среднем съедает от 100 до 300 килограмм растительности в день Честно вам скажу, это вообще не то же самое, что увидеть слона в зоопарке С учетом того, что ты его нашел, он уже мог быть, не знаю, 500 метров дальше, и ты бы его не заметил Это все воспринимается, ну, как какой-то ценный приз, причем он очень приятный В общем, если говорить о моем фотосафари, то я мега кайфанул, хочу еще Итого, за неполных полтора дня я увидел здесь трех из пяти искомых животных Я думаю, что если бы я провел здесь еще один день, я бы и леопарда увидел, так что результат отличный Конечно, сафари где-нибудь в Кении, в Танзании, они, наверное, круче Но в целом тот факт, что такой национальный парк с таким количеством животных есть в Намибии Это огромнейший плюс в стране Так получается, что в этой поездке я почти все время проводил в кемпингах Ну, имея такой автомобиль, грех время не проводить в кемпингах Но дабы у вас не сложилось мнение, что Намибия, это исключительно кемпинг Я решил под конец поездки себя побаловать и снял себе лодж Лодж, это такая гостиница в национальном парке И только посмотрите на это место Круто, правда? Я засыпал и просыпался под звуки бабуинов, которые здесь живут вообще очень много И носороги здесь живут, но бабуинов слышно было сильнее всего В общем, это почти тропики И это настолько сильно контрастирует с той Намибией, которую я видел в самом начале путешествия Что я просто вчера офигел Но самое главное, я хочу показать место, в которое я приехал Я решил здесь сделать свою финальную остановку Она называется Плата Вотерберг И это, ребята, просто отвал башки Представляете, здесь есть своя столовая гора И благодаря ней вот в этом регионе образовался такой микроклимат Здесь очень зелено И вообще не пахнет той Намибией, которую я видел на протяжении этих двух недель своего путешествия Очень круто Ну а теперь давайте к выводам Я думаю, вы все сами видели И совершенно очевидно, что Намибия это абсолютный туристический топ То есть не только в африканском масштабе, а вообще в мировом Страна с потрясающе разнообразной природой С интересными культурными подтекстами С какими-то местами, которые совершенно уникальны И не встречаются нигде в мире Ваш инстаграм будет просто лопаться от красивых фотографий Ну и что еще очень важно Намибия это дорожное приключение И проехать эту страну с палаткой наверху на внедорожнике Это прям отдельный челлендж И это очень прикольно Единственный нюанс, о котором стоит упомянуть Возможно магия кино показала вам, что это достаточно была короткая поездка Но нет, нифига подобного За свой трип я проехал больше 4000 километров Примерно за 11 дней я сделал этот маршрут Это минимум 6-7 часов каждый день за рулем Это довольно тяжело Но с другой стороны, если делать этот маршрут с подругой Или с компанией друзей Тогда это будет настоящее приключение И вы гарантированно получите просто колоссальное удовольствие В общем, когда будете готовы, закладывайте 2, а лучше 3 недели Прилетайте в Намибию, берите внедорожник Обязательно ночуйте в кемпингах И открывайте для себя эту уникальную страну И вообще путешествуйте Это прежним этого стоит Удачи и увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok